Отсюда вода поступает в емкости. Подъезжает машина, подсоединяю шланги. Как только бочка заполняется, вода начинает стекать сюда. Я переставляю шланг в другую емкость. Богато живем, сполна воду пьем. Однако эта пословица не обо всех жителях села Строгановка Симферопольского района. Части из них жизненно необходимый ресурс привозят в цистернах. В дождь и в снег водовозкам сложно добираться до сельчан по бездорожью. Поэтому каждый литр на вес золота. Воды едва хватает на бытовые нужды. За 5-6 дней воды уходит 700-800 литров. Подачу воды в дом чередую. То с одной емкости, то с другой. Чтобы вода очистилась. Потому что на дне появляется песок. Дожидаюсь, когда он осядет. Только потом в таком виде воду подаю в дом. Чтобы облегчить бытовые страдания домочадцев, Редван Аджиев установил емкости на 2000 литров. Утеплил их. Так вода зимой не замерзает. Вода, кстати, тоже не совсем, можно сказать, чиста сразу к употреблению. Потому что она должна отстояться. Нам приходится даже по системе, которую вам бабам объяснял. По системе мы эту воду получаем через кран. Через кран мы все равно пропускаем ее через фильтр. И через фильтр мы уже набираем чайник. Проблема давняя, доставшаяся еще в наследство от Украины. Помочь жителям украинские чиновники даже не обещали. Строительство централизованного водопровода началось только в российском Крыму. Это детище ФЦП. Сейчас по проекту завершают третий этап работ. Уже проложили более 20 километров водопровода. Мы комплексно все делаем. И где-то монтаж трубы идет. И где-то вот кольца мы уже, люки устанавливаем. Уже окончательный результат. Уже как бы все. Ну так вот. Зервуар еще надо заливать. А так полностью всю строганку охватываем. После массового возвращения крымских татар на родину, многим пришлось начинать все с нуля. Места компактного проживания зачастую оставались отрезанными от цивилизации. Люди годами жили без воды, газа и света. Кое-где в таких условиях репатрианты живут до сих пор. И не шуголь, это мало совсем. Только ведрами кидаем. Иначе дом не греется. Три тонны угля и столько же кубометров дров. Тысячи рублей только на твердое топливо. А еще счета за электричество. И это только за один отопительный сезон делится с нами Энвера Санов. А еще привозной баллонный газ, чтобы еду готовить. Мечтаем, чтобы был природный газ, чтобы было давление. Не вот так, конечно, как вот с баллона. Газ в микрорайоны Акрополис и Айкован под Симферополем придет совсем скоро. Летом этого года строители приступили к укладке сетей газоснабжения. Осталось проложить последние 4 километра труб. Сдача у нас в декабре месяце этого объекта. И пусконаладочная система у нас пойдет, ну, работы пойдут в январе месяце. То бишь, получается, в конце января здесь будет у людей газ. Немаловажно, что реабилитированные граждане могут получить компенсацию в размере 50% за подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Мы ожидаем завершения и введения в эксплуатацию крупных инфраструктурных проектов. Это и газоснабжение около 40 километров, и водоснабжение порядка 40 километров, и электроснабжение. Фактически это охватывает основные массивы компактного проживания депортированных граждан. Где раньше было бездорожье, появляется асфальт. Основная дорога массива Томили в селе Родниковое меняется буквально на глазах. Улицу Селимовых длиной 2 километра будут разделять две просторные трехметровые полосы. Здесь построят тротуары, установят уличное освещение, которого до этого не было. Мы старались подстроиться под местных жителей в плане того, что при переустройстве газопровода и водопровода люди были не отключены от этих сетей, они пользуются также газом и водой, а мы занимались переустройством в это же время. Несколько асфальтоукладчиков, дорожных катков и погрузчиков, техников, помощь. Строители трудятся до позднего вечера. Нужно успеть в срок. Следующий этап – укладка асфальта. Уже готовы дорожные знаки на подходе остановочные павильоны. Строительство объекта мы начали в мае. По проекту организации строительства продолжительность строительства 6 месяцев. Работы заканчиваем в декабре. Сейчас уже выполнен основной объем работ. Подрядчик строит дорогу в соответствии со всеми современными требованиями. А это наглядный пример того, как было до ремонта. Еще весной главная артерия Томеле выглядела именно так. Грязь, лужи и ямы. Не дорога, а полоса препятствий. Жители массива открытия новой дороги ждут с нетерпением. Раньше ее только подсыпали щебнем. Об асфальте оставалось только мечтать, рассказывает местная жительница Эльмира Аюпова. Наконец-то все это делается за столько лет. Слава Богу. Мы очень рады, конечно. Единственное, чтобы не остановились на этом. И другие улицы тоже сделали. Места компактного проживания репатриантов достойное внимания и должное обустройство начали получать только в последние 7,5 лет. Реабилитированным гражданам выдают квартиры, выделяют земельные участки, выкупают дома, выплачивают компенсацию на достройку жилья, строят детские сады и школы. И это еще не предел.